Переболеть повторно, пожалуй, опасаются все. Ну, все, кто перенёс ковид. Особенно в тяжёлой форме. И мы уже много раз говорили в этой студии о том, что первое время организм от инфекции защищают выработанные антитела. Они очень долго, да, защищают. Знаете, незадача существует. Они ограниченное время, 2-3 месяца, полгода. Ну, как бы всё индивидуально. Люди опасаются, что как только их антитела сойдут на нет, появляется риск заразиться снова. Спокойствие, говорят учёные. Помимо антител, у иммунной системы есть и другие механизмы защиты. Клеточная память. Неожиданно. Но вот подробнее о ней поговорим с Николаем Ключковым, иммунологом и экспертом по общественному здоровью. Он на связи со студией из Москвы прямо сейчас. Николай Александрович, здравствуйте. Правильно ли мы понимаем, что помимо антител в организме приболевшего формируется и другая защита, о которой мы не знали, не помнили. Клеточная память. Что вообще это такое? Надо сказать, что иммунная система – это довольно сложная система. Она включает в себя несколько компонентов. Одна большая часть условная – это так называемый неспецифический иммунитет или врождённый. Вторая часть – это специфический иммунитет. Вот если говорить о специфическом иммунитете, в данном случае коронавирусной инфекции, то фактически очень условно его можно разделить на две части. Это гуморальный иммунитет, это всем известные антитела. И клеточный иммунитет – это клетки иммунной системы. Какие клетки иммунной системы участвуют в иммунном ответе против коронавируса? Ну, в первую очередь, это, конечно, лимфоциты. Притом специфические к коронавирусу лимфоциты, которые также подразделяются на несколько видов. Смысл в следующем. Когда в организм попадает инфекция, первый раз попадает, организм еще не вполне готов к встрече с ней. Ему нужно научиться реагировать на эту инфекцию, как на нечто чужеродное. И для этого организм проходит через ряд стадий, в рамках которых антиген, так мы говорим, презентируется. То есть он представляется организму и нужным клеткам. И далее против этого антигена через некоторое время вырабатываются специфические клетки. Лимфоциты, в том числе клетки памяти. Для чего это нужно? Для того, чтобы когда второй раз организм встретился, в данном случае, с коронавирусом, соответственно, он был уже более готов, уже имел клетки, которые специфически реагируют именно на коронавирусные антигены. Оба компонента, и гуморальные, то есть антитела, и клеточные, то есть Т-клетки, в первую очередь и Б-клетки, Б-лимфоциты важны. Нельзя сказать, какой из них важнее. Да и, собственно, антительный ответ, как мы говорим, он тоже в значительной мере регулируется как раз клетками иммунной системы. Как активизируется клеточная память, и в чем ее отличие от принципа работы антитела? Она сохраняется на более долгое время? Да, действительно. Среди клеток иммунной системы, среди Т-клеток иммунной системы, есть большая специальная субпопуляция клеток, которая называется Т-клетки памяти. Для чего нужна эта субпопуляция? Для того, чтобы запомнить встречу с антигеном, в данном случае с коронавирусным антигеном, и при его повторном появлении в организме, молниеносно, с очень высокой скоростью, отреагировать на его появление. Поэтому, да, если мы говорим о клетках памяти, то они сохраняются годами, много лет. Если мы говорим о эффекторных клетках, то есть тех, которые непосредственно реагируют на антиген, то, конечно, срок их жизни значительно меньше. Что надежнее, что лучше защищает организм, антитела или клеточная память? Можно ли выбирать? Выбрать между клетками и антителами невозможно. Скорее, они работают вместе, в синергии. Дело в том, что антительный ответ, как я уже сказал, регулируется клетками иммунной системы, а само наличие антител, в том числе специфических, оно регулирует клеточный иммунный ответ, в свою очередь. Поэтому здесь выбрать невозможно. Единственное, что известно, что антитела, определимый уровень или концентрация, или титр антител, как мы говорим, в плазме крови присутствует в течение некоторого времени после эпизода заболевания. То есть сохраняется не навсегда. При этом это не значит, что иммунный ответ полностью уходит, и организм остается незащищенным. Это значит, что длительное время организму просто не нужно поддерживать высокий уровень специфических антител, потому что организм в течение некоторого времени не встречается с инфекцией. То есть это естественный механизм. Для каких-то инфекций этот период в среднем составляет 5 лет, для каких-то 3 года, а для каких-то год и меньше. Ну а если человек сталкивался уже с другими видами коронавирусов, клеточная память у нас работает на SARS-CoV-2 или COVID-19, как мы его называем? Ну если коротко сказать, говорить, то нет. Это не значит, что там не будет, у человека нет специфических Т-клеток памяти и нет специфических антител. Они есть. Но надо сказать, что вот те антитела, так получается, что те антитела и те клетки, которые реагируют и на сезонные коронавирусы, и на новый коронавирус, они, как правило, более слабые, чем те, которые реагируют, скажем, на компоненты шипика коронавируса. Поэтому да, эти антитела формально и клетки памяти, которые тропны и к сезонному коронавирусу, и к новому коронавирусу SARS-CoV-2, они действительно есть в крови. И, кстати говоря, некоторые типы этих клеток есть даже у 60% людей. Но при этом, скорее всего, они не играют положительной роли в борьбе с иммунной системой, с коронавирусной инфекцией. Ну а как узнать, сформировалась ли эта клеточная память у переболевшего? Есть какие-то тесты или исследования, позволяющие это установить? Как это происходит, например, с тестированием на антитела? Дело в том, что протестировать на наличие клеток памяти, безусловно, можно. Такие методы есть, но они не являются массовыми, поскольку сам метод анализа сложен. Он сопряжен с необходимостью выделения субпопуляции клеток, которых очень мало в крови, а дальше с маркированием этих клеток, с определением их содержания, концентрации этих клеток, количество этих клеток. В принципе, это сделать можно, но на практике, в рамках рутинной клинической практики, прошу прощения за тавтологию, к сожалению, выполнить это нельзя. То есть такие методы есть, и в России в ряде лабораторий эти методы внедрены, но в большинстве случаев все-таки на практике сделать невозможно этот метод исследования. То есть выходит, что на самом деле больше людей имеют иммунную защиту от коронавируса, или все-таки это не так? Само наличие клеток памяти не говорит о том, что организм автоматически имеет очень эффективную защиту от этого возбудителя в будущем. Да, мы предполагаем, что наличие этих клеток положительным образом сказывается на защите организма, но при этом утверждать мы это не можем. Насколько снижается степень тяжести заболевания при наличии клеток памяти, мы пока не знаем. Предполагаем, что, наверное, в среднем некоторым образом снижается тяжесть заболевания последующего, но что уже известно, что как минимум в течение года, скорее всего, довольно высокие будут шансы повторно заразиться. Положительно. Спасибо. На связи со студией из Москвы был Николай Кручков, иммунолог, эксперт по общественному здоровью.